в топ-6 закрепиться, и вот как раз-таки против таких соперников в таких матчах нужно брать 6 очков и нужно, в общем-то, доказывать, что ты фаворит, чемпион и так далее. Тут очень интересные карты. Вот оверпасс сразу же, карта, которая даст нам какой-то тактически интересный контрстрайк, наверняка и в исполнении маузов, и в исполнении Na'Vi. Ну, даст у нас более такая карта, да, стрелковая, дефолтная, но, опять же, на дасте, в общем-то, могут быть проблемы у Na'Vi, потому что эта карта одна из лучших у маузов, они очень часто ее играют, неплохо на ней в целом играют. Опять же, есть Оскар, который может хорошо прочувствовать игру, да, и делать много киллов и, соответственно, доставлять большие проблемы рожденным побеждать. Ну, посмотрим. Сейчас вот у нас уже совсем скоро стартует оверпасс. В любом случае, как ты сказал, я очень надеюсь на то, что у нас будет много красивого, прежде всего, контрстрайка. Да, посмотрим. Во всяком случае, стартует этот матч, дорогие леди и джентльмены. Всем еще раз добрый вечер. С вами Рухаб и Na'Vi, Maus Sports. И пока что, конечно же, пауза. Вот некоторые, наверное, технические проблемы нужно пофиксить перед началом этой встречи. Кстати, вот если обратиться к истории встреч, и вот за последние 10 матчей опять победу Na'Vi, и, соответственно, опять выигрыши у команды Maus Sports. Так что пока что 50 на 50 процентаж побед в этой встрече. Ну и как раз-таки сейчас в одну или другую сторону он склонится. Ну что, я хочу очень начало. У нас что-то начало задерживается, и пока мы только летаем по карте, я думаю, что вот-вот так. Пауза была снята. Ну и все, время пошло. Вспять и Na'Vi в атаке Maus в защите. Те ножей у нас не будет. Это сразу же пистолеточка. Комбина просматривается от Na'Vi. Тут у нас два смока есть. Также Tech-9 у Flame. Ну и поехали. Пистолеточка начинается. Да, залетаем всем. Да. Настроиться на, опять же-таки, классный Counter-Strike. Я думаю, что команды готовы его показывать. Оскар уже на коннекторе. Там также была агрессия на мидли от Speedy, который собрал инфу, тут же отошел на точку А. Ну и Guardian замечает противника. Рашище, просто зелень и длину. Ну это Крис Джейн, но вот Guardian его прощает пока что. Отходит у нас Крис Де Йонг. Оскар решил поджать коннектор. Мы видим, что Na'Vi действует крайне пассивно. И сейчас Оскар, судя по всему, напорится на засаду. Но нет, он очень легко делает минус. Отходит, но все-таки симпл разменивает. Ситуация 4 в 4. Крис Джейн сейчас увидит Эдварда. Эдвард отпугивает Крис Джейн. И вынуждены все-таки Мауза здесь производить какую-то ротацию. Потому что уже на первых подступах, да, подхода к пленту, их спалили, их позиции. Ну и Na'Vi сейчас перегруппировываются. И, судя по всему, пойдут на точку А. Да, пока что бомба тусуется у нас на коннекторе при выходе с этой позиции. Крис Джейн будет принимающим на точке А. Но вместе со Спидзи, что самое главное, есть поддержка, есть также флешка, которая возможно полететь от Спидзи и, возможно, заассистит Крису. И пока что без летального дэмэджа 4 игрока команды Na'Vi будут пушить точку А. Как ты и сказал, Крис Джейн пока что за машиной. Там неплохой смок от Na'Vi. Также флешка должна полететь в Спидзи. Абсолютно слепущая через банк. У нас работает с Крис Джейн. Не получается абсолютно заимить Эдварда. А тот же его отстреливает, проседает по ХП Симпл. Всего лишь 2% здоровья. Эдвард вместе с Сиздом, Минус, Дэннис, Миниспиди и Нико Коу. Как он сегодня подписался, как он подписывался ранее. Остался в ситуации 1 на 4. И Na'Vi устанавливает бомбу. Ну, Нико здесь слишком долго находился на Б. Было уже очевидно по раскидке от Na'Vi, что это точно выход на точку А. Ты знаешь, несмотря на то, что читались, да, вот Na'Vi и Мауза готовы были принимать, но вот хорошие смоки отрезали банк. И в целом было понимание Na'Vi, как двигаться дальше при заходе на плент. И, соответственно, чисто позиционно они полностью переиграли. Ну и, конечно, перестреляли в конечном итоге своих оппонентов. 1-0 для Na'Vi, хорошее начало. У нас сейчас у Маузов бай в ответ. Но это не форс бай, это просто деглы. То есть это явно прицел на 2 экономических раунда. Ну и попытка чисто по стрельбе из деглов перевернуть этот раунд. И вот сразу же выпад от Крис Джея на длине заканчивается ничем. А почему он заканчивается ничем? Потому что у нас, опять же, тяжелые девайсы. Мы сидим на пятой точке с тяжелым армором. Ну и, соответственно, вот довольно легко можем на дистанции перестреливать своих оппонентов. Ну, как-то вот так совсем уж по одному действовали в этом раунде ребята из команды Мауз Спортс. И вот получили то, соответственно, на что и заслуживали в этом раунде. Гардиан последним забирает у нас Криджай, который был на банане. Это 2-0. И все хорошо для команды Na'Vi. И сейчас будет еще один пистолетный такой бай от команды Мауз Спортс. В принципе, у Оскара уже есть определенный задел на АВП в следующем раунде. Но пока что это совсем другая история. Появляются только P250, флешка от Спизи и голый Усп от Криджей. Это говорит о том, что, возможно, даже будет 2 АВП. Но стоило Маузам, на самом деле, в прошлом раунде сделать эко, а не вот стараться вот так вот по одному повылазить, постреляться. То есть не просматривается мысль, не просматривается идея. Это, конечно, не очень хорошо со стороны Маузов. Но будем надеяться, что все-таки они как-то исправят ситуацию. Сейчас, кстати, укрепились на Б-планте. Опять же, Деннис чекал трубу. Там крайне пассивная игра от Na'Vi. Пока, в общем-то, тут не позволяет Маузовам что-либо как-то развернуться в своих действиях. Вот сейчас планируют выпад на Монтус. Хотя бы что-то вот решили здесь сделать вместе ребята из команды Мауз Спортс. Флейми. Какой спрей? Минус 4 от Егора Васильева. Оскар. Выпад на Симпла. И тот как раз-таки среагировал на эту агрессию. И смог наказать Томаша Штясна из Чехии. Ну и, соответственно, это 3-0 и первый бай-раунд. И вот Крис Джей что купит? Пока что вот раздумь. Нужно брать М-ку. Нужно брать М-ку, потому что сейчас нужно уже взять какие-то раунды. И нужно быть очень полезным, прежде всего, мне кажется, с точки зрения пластичности. Нужно быстро двигаться. И наверняка сейчас Na'Vi какой-то заготовят фишечный раунд. Спиди подходит к коннектору, Na'Vi вроде как занимает фонтан. Так и есть Сист на выцеливание 2-2 на подпрыжки. И как раз-таки низ той самой точки, куда смотрел Денис, его забирает Оскар. Он был в агрессии на Зиге. И она действительно сработала в пользу команды Мелл Спортс 5-4. Ну и здесь вот тусовка команды Na'Vi на длине будет. И Симпл замечает Спиди. И перестреливает противника, а уже статус-кво возобновляется. Очень, по-моему, быстренько решили Na'Vi заходить сейчас на точку А. Симпл уже делает минус Крис Джей. Тут же отвечает Оскар. Он единственный игрок на точке А. Na'Vi пытается сплитом заходить через длину. Ошибается Гардиан. То ли он не ожидал здесь увидеть Оскара. Оскар сейчас просто пикает по одному Na'Vi. И Na'Vi вот как-то на ровном месте, имея инициативу, все-таки, судя по всему, проиграет раунд. Но есть еще Эдвард, который очень опасен в таких ситуациях. Он, в принципе, хорошо читает игру, но... Эйс от Тома Штясный. Минус 5 с АВП. Классная стрельба, классные фликшоты там залетали. Ну и, соответственно, замечательную работу провел у нас снайпер команды Mouth Sports, который не так давно еще защищал цвета команды HellRaisers. Ну и сейчас вот демонстрирует то, что он уже очень даже неплохо влился в новый коллектив. И 1-3 команда Mouth Sports вступает в статистику этого оверпаса. Крис Джей у нас потерял M-ку в предыдущем раунде, вынужден здесь играть со скаутом. Na'Vi в похожем ключе начинает следующий раунд. Вот только в прошлом Сизд очень агрессивно начинал это дело с Галилом. Он бежал в Зиге. Кстати, как раз-таки его принял Оскар в Зиге, а потом стянулся на точку А и там еще так же поклацал. Ну и в целом, опять же, нужно отметить то, что Na'Vi погибли на длине по одному, по-хорошему. Когда Симпл сделал два минуса на точке, они понимали, что Оскар как раз-таки на планете. Нужно было как-то оттуда то ли изолировать этот авик, то ли просто уходить. Ну и, соответственно, не получилось ни одного, ни второго. И закончилось это тем, что потеряли всех игроков. А в этом раунде уже Guardian, ну вот можно сказать, что позиционно он переиграл Оскара. Хотя Оскар был на очень выгодной позиции. Был прочитан Чех. И казалось, что вроде как он должен был первым замечать противника. И какой спрейсист может просто смог забрать Денниса, который был в агрессии по точке B. Флейми на длине действует у нас. Возможно, Крис Джей его там будет встречать. Там в целом-то два игрока команды Моу Спурс находятся в этой позиции. Эдвард, агрессия от него. И какой хэдшот залетает по Крис Джей. Довольно-таки неплохо, но вот спиди считается или нет в этой позиции? Нет. Но Флейми задергал своего противника и поставил ему хэдшот. Нико вместе с Деннисом 2 в 5. Очень хорошо навязали борьбу здесь игроки команды Na'Vi. Просто банально развели своих оппонентов. Ну и нужно отметить то, что погиб первый Оскар. Нико не сдается. Он не хочет проигрывать этот раунд. Делает он килл. И ситуация 2 в 4. А Na'Vi, мы видим, уходят благополучно на точку B. И Симпл при этом еще и на забирает Нико. Да, а уже где стрельба? Нико Ковач. Пока что вот только один минус. И вроде как Симпла тоже должен был забирать. И тот самый Симпл встретится, возможно, у нас в последнем месте. Симпл очень неплохо действует во втором раунде подряд оружейном. Вот он очень классно действует через банан, через туалеты. Там постоянно накаляет атмосферу. Делает по 2 кила. И в целом очень полезен, конечно же, команде Na'Vi. Ну а Маузам сейчас действительно нужна диотека. В следующем раунде вроде как бай должен быть. Но начало не самое хорошее. Хочу напомнить, что прошлый оверпасс на ESL Pro League и Nato Swincer играли против Nipov. И тут закончилось для Nipov все очень плохо. Na'Vi взяли 11 в атаке. Да, в атаке там действительно был разнос соперника. Сейчас, в принципе, может быть такая же картина, на самом деле, если продолжит так действовать. Но если Niko продолжит так ставить хэдшоты, то, возможно, Mousesports тут же вернутся и в этом раунде. Но вот Симпл, Эдвард, Сист, Флэмми. Потеряли Гардиана. Оскар приседает. 58 кп остается выпад от Систа вместе с Симплом. Эти два S, 3 S. И минус Niko, Деннис и Оскар. Череда безответнейших минусов оставляет Speed вместе с Chris Jam. Ситуация 2 в 4. И Сист также находит у нас Тиму Рихтера. Крис Джей последний тоже ловит от Симпла хэдшота. Это 5-1. Довольно-таки неплохо начинался раунд с хэдшота от Niko, но дальше посыпались. Ну, это в целом экономически. Все-таки, я думаю, что Mausa, ну, может и на деле. У нас два эко, да? У нас два эко. Собственно, я просчитался в этом моменте. Я почему-то думал, что все-таки будет один экономический. Но там из-за того, что, да, взяли раунд, отдали. И, в общем-то, сейчас уже 5-1, еще одно эко. Ну, тут уже чуть потяжелее. Но, опять же, вот, обрати внимание. Делают бай, да? Там легкие арморы, есть деглы. Но не делают никакой засады. То есть просто по одному. Пытаются сейчас Крис Джей выйти на длину, да? То есть там как-то кто-то в коннекторе, кто-то на банане. Вот не просматривается идея. Ну, сделайте вы засаду. Сделайте какой-то фишечный выпад под флешку. Но не по одному. Ну, и сейчас это должно закончиться, по идее, все очень плохо для Маузов. Сист сейчас пропускает противника, который был в агрессии на Зиге под точкой Б. Оскар действует через коннектор. Пока что никого. Защита, в принципе, найти не может. Потому все стягиваются по таймингу на более глубокие позиции. И Симпл, кстати, стоит у нас на террористском респауне с бомбой. Неужели какие-то проблемы технические у Саш? Непонятно. Но ждут. Играют очень медленно на Na'Vi. Может быть, это с этим связано. Наверное, пиццу привезли, пошел открывать двери. Так часто бывает. Ну и все. Тайм-аут вылетел. Симпл. Ну и бомба выпала на респе. Ну и сейчас Na'Vi, скорее всего, будет просить переиграть раунд. Я бы на их месте, по крайней мере, попытался бы. Потому что мы видим, что никто не погиб. Мауза в статичных позициях. Никто никуда идет. Мы чат не видим просто. Но вполне возможно, как-то игроки об этом как раз-таки говорят. И просят, чтобы этот раунд переигрался. И вполне возможно, что вот это как раз-таки связанная игра. Ну да, это говорит о том, что вот, ну видишь, он не убивает его именно. Я думал, тоже подвис на самом деле. Может быть, какой-то доз был. И, конечно, уже неприятно. Ну, переиграть этот раунд наверняка. Очень хочется, конечно же, верить, что Саша вернется. Что у нас обойдется в этом матче без стендинов. Потому что только вроде как начало вечера. Супер матч, Na'Vi против Mousesports, ESL Pro League, четвертый сезон. Что может быть лучше? Ну вот, то, что действительно Саша вылетел, говорит нам о том, что, возможно, есть какие-то проблемы, которые, может быть, даже не смогут порешать. Но, в любом случае, верим. Верим в то, что вернется. Напоминаю, что эти команды последний раз встречались на Е-лиге в Америке, в Атланте. И там, в принципе, вот разменялись картами. Напоминаю, что Na'Vi выиграли со счетом 16-6 карту Cobblestone. А вот Mousesports смогли ответить на карте Demirage, тоже 16-6. И там, в принципе, так вот 1-1. А по встречам, как ты думаешь, смогут ли здесь 2-0 или все-таки 1-1? Или какие твои мысли по этому матчапу? Вообще, начало очень хорошее для Na'Vi. Они могут, в принципе, с таким началом просто разнести очень сильно Mousesports. Просто очень сильно выиграть карту Overpass. Но и тут вопрос, соответственно, выплывает из результата этой карты. То есть могут ли Mousesports после Overpass сказать друг другу? Ребят, ну, произошло какое-то недопонимание, что-то там сильно проиграли за дефенс. Ладно, вот сейчас Dust2, сейчас мы покажем свою игру и все, на что мы способны. Опять же, оглядываясь на матч Nib против Na'Vi, произошла такая история, что очень сильно прибили как раз-таки Na'Vi игроков команды Nib на первой карте, на Overpass'е на своем пике. А потом проиграли на Dust, и отыграли на Dust не самым лучшим образом. Ну, вот было видно, вот ряд просто, там, во-первых, по-моему, два отданных эка было на, или два, или точно, по-моему, два отданных эка было на Dust, то есть игроками команды Na'Vi. Плюс, в целом, там, вот, с точки зрения ошибок было довольно много проблем у Na'Vi, да, то есть много брака. Поэтому, знаешь, как бы, тут сейчас Overpass заканчивается хорошо, мы видим все логично, сейчас вроде как Na'Vi могут забрать еще и Dust, они, в принципе, объективно должны быть сильнее Mousesports. Но Mouses сейчас могут поймать какую-то свою волну, там, Nikon начнет просто делать киллы, и все это закончится со счетом 1-1. Вообще, счет 1-1 на ESL Pro League очень популярен, то есть, вот, с точки зрения, знаешь, даже если встречаются команды, в которых, там, противостояние, вот, из серии, там, 70 на 30 мы отдаем фавориту, да, то даже в таких матчах довольно часто происходит счет 1-1, потому что, опять же, есть вероятность того, что ты можешь сыграть свою самую сильную карту, и это все тот же Best of 1, который всегда немножко нивелирует, вот, как бы, влияние, да, фаворита, опять же, на твою игру. Соответственно, ну, можно попотеть и попытаться отжать Dust 2, поэтому я думаю, что Mousesports, главная задача на оверпасс это хорошенько разыграться. Ну и да, и начинать уже брать свои очки в защите, в первую очередь, потому что в атаке, я думаю, будет еще сложнее играть против Na'Vi. Ну, это, опять же, совсем другая история. Если бы не тот Dust против Nipo, то сейчас бы Na'Vi шли бы по ESL Pro League с отсчетом 8-0, и это была бы единственная команда, которая пока не проигрывала в рамках европейского дивизиона, во всяком случае. Ну вот, да, и вы потом смогли разобраться со своим соперником после провального оверпасса. Здесь посмотрим. Здесь пока что он провальный для команды Mousesports, которая пока не может собраться. Ну вот, из-за того, что Саша вылетел в Simple, то мы ждем как раз-таки его возвращение. Посмотрим, смогут ли вот как раз сейчас, вот имея такую паузу, такой перерыв в Mousesports, пообщаться вот по тому поводу, что у них сейчас не получается, потому что есть уникальная возможность. Ну что ж, друзья, мы возвращаемся на встречу Na'Vi против Mousesports. Наконец-то все на сервере, и мы готовы продолжать этот замечательный матч. Счет у нас 5-1, хочу вам напомнить. После этого раунда он обновится наверняка. Да, у нас отлетел Саша Симпл, и вот на небольшое время мы тоже отлетели вместе с вами, но сейчас мы вернулись в игру и будем наблюдать за тем, как же Na'Vi будут дальше действовать. Уже Flame у нас отлично поработал с Мак-10 на точке B, сделал all-kill, Эдвард также забирает Крис Джея, крайне пассивная игра от Na'Vi. Ну и вот, ты знаешь, мне кажется, что Na'Vi как-то поработали вот в этом плане, по крайней мере на оверпассе, чтобы не отдавать экономические раунды. И только я об этом говорю, сразу же Ника и с Оскаром делают по киллу, и ситуация 3 в 3. Да, но Оскар там не смог унести торфейный АК-47, не ушел из-под прицела Гардена. Сист, выход от него на точку B, забирает он Нико, который в принципе среагировал, но вот по стрельбе просел. Спиди последний. Это Дигл с девятки, ой, какой сладкий хедшот, залетает по Денису Кольствену, тут же перетяжка от Эдварда идет на точку A. Ну и в принципе Спиди тоже должен ее читать и тут же выходить на данное направление, но вот только сейчас он услышал своих противников и попытается взять этот раунд с Диглом. При этом он почему-то под степом здесь всю дорогу шел, и конечно сейчас он в позиции точно как минимум проигрывает, но будет пытаться, наверное, все-таки до конца сделать килл, сейчас найдет Гардиан, но Гардиан все-таки находит его. Ну, кстати, попал он по Словаку. Пока, если честно, Словак такой вот хитрый Словак на самом деле, и выходит, и всегда находит противника, не промахивается, и очень круто отыгрывает в целом. Симпл тоже, кстати, 10 на 2 статистика в этом оверпассе, не отпускает противника, но вот Денис с другой стороны ринга 0-0-6. Да, это серьезная проблема, которая обороняется, нужно обязательно делать киллы, это очень важно. Два АВП у нас появляются, кстати, у Моузов, Ника и Оскар, занимают коннектор игроки команды Моузспортс, это у нас тут какая-то сейчас будет комбина, я так понимаю, подсадочка. Ну и Оскар наверняка понимает, что это так... Оп, это так прострелил. О, это прострел! Симпл также забирает флова Крис Джея, который оказался вне позиции после того, как снайпер просел до 13 хп, это Оскар. Также у нас есть АВП на точке Б, это Ника, который действовал с самого начала этого раунда по Зигу, и там же он, кстати, и находит Симпла при выходе через коннектор, забирает Сашу Костолева, ну и 4 в 4. Да, ситуация 4 в 4, вроде как немцы восстанавливают статус-кво, но тут же Guardian пикает Дениса на точке Б. Если честно, вот не совсем понятна мне вот эта агрессия от игроков команды Моуспортс, они каждый раз пытаются где-то на какой-то позиции сделать выпад и занять более выгодную точку, но у них это не выходит, полный провал, пока на карте оверпасс, Эдвард уже гуляет на точке А, при этом Моуза стакнулись на Б, пытались, видимо, таким образом угадывать, Эдвард полностью чекает всю точку, сейчас он заберет Оскара, Оскар даже не ожидал здесь увидеть Эдварда, судя по всему. Ну и Ника со спиди можно идти на сейв, нет смысла здесь делать ретейк, мало времени осталось до конца раунда, ну и мы видим, что Na'Vi в итоге закрепляется на планте. Как-то слишком просто на самом деле, вроде как был размен неплохой на точке Б от Ника, он забирал симпла, а дальше что-то дальше, как-то каждый по одному пытается что-то сделать и, соответственно, попадает против статичных позиций Na'Vi, Ника забирает, правда, Флейми, который был уже в агрессии, перешел в режим охотника у нас Егор Васильев, но вот напоролся на АВП. Гардиан тоже красный, ему не стоит, конечно же, агрессивничать, но ассист с Эдвардом вполне имеет экономику для того, чтобы даже поохотиться за этим АВП и М4А1С от Нику и Спиди. Na'Vi в похожем ключе начинает карту оверпасс, начинает разгром своего соперника в таком же стиле, как это было сделано против Нипов, и пока Ma'Vi выглядит, если честно, неубедительно, и неубедительно прежде всего за счет, опять же, решений. Не совсем, ну, то есть очевидно же, что Na'Vi будет играть крайне пассивно и пытаться вот в таких вот первых агрессивных поступах ловить своих соперников. И, собственно, Ma'Vi делает то, что от них ждут Na'Vi, да, то есть Na'Vi просто ждут, а Ma'Vi просто идут, и, соответственно, тут, как бы, знаешь, мышеловка захлопывается. Здесь, да, какая-то коса на камень просто налетает постоянно в каждом раунде. 0.08 от Крис Джея, 0.17 от Денниса. Пока что они, в принципе, не могут вступить в статистику этого оверпасса, не помогает своей команде. Нико, от него агрессия по мидлу, там, в принципе, он должен встретиться с Гардианом, и промах от одного, второй тоже, в принципе, отпускает, пока что без летального дэмэджа. Нико идет в соло, в коннектор сейчас, вот там абсолютно один, но, кстати, Na'Vi там активно не действует. И вот, опять же, начинается раунд для маузов с того, что они играют агрессивно, ну, не совсем понятный план на игру, но вот Нико пикает Симпла. И Симпл, кстати, в соло погиб в коннекторе. Встреча двух снайперов, по ноге попадает по Гардиану, у нас Нико, минус 2 уже от этого парня. Крис Джей также подкрепляет действие тиммейта, убивает Эдварда, который, в принципе, должен был выходить на размен с Шариком, но у него это не получается. Флейми с этой же позиции пытаются отстрелить Нико, это у него получается. Ну, а дальше ситуация 2 в 4, напоминаю, что Крис Джей красный, в принципе, есть над чем поработать. Сейчас звену команды над Свинцера, это московский дуэт, Сист и Флейми. И непонятно, зачем Флейми взяла ВП, если честно. Мне кажется, что в такой ситуации 2 в 4 как раз-таки нужно брать с Калашом этот раунд пытаться. Но вот Флейми, откровенно говоря, не лучшим образом отыграл. И вот с таким вот плохим баем, Оскар со своим дробовиком даже не вступил в борьбу в этом раунде, Маузой берут первый. Но вот вопрос в том, что Na'Vi как сейчас отреагирует на это. В общем-то, они погибли, в принципе, на первых подходах к позициям, на первых подступах. И вот Мауза их просто банально перестреляли, при том, опять же, находились… При том, что, в принципе, Мауз Спорт сделали то же самое. Это агрессия там на мидле, на коннекторе, который, наконец-то, сработал для немецкой команды. Да, ну и вот опять коннектор, опять Оскар с дробовиком. Теперь Na'Vi очень быстро занимает длину. Будет поздний сплит, я так понимаю, через бананы. И в целом просматривается вроде как выход на точку А. Ну и в 4 через длину в целом играет Na'Vi. Довольно простая прямолинейная тактика. Ну, кстати, могут сейчас подловить без позиций игроков команды Мауз Спортс. Особенно вот оглядываясь на то, что делает Спизди, выход от него на туалет. В принципе, читается уже возможная агрессия через длину. Длину там были раскидки от команды Na'Vi. Сист тем временем держит на себе мидл и возможную перетяжку через коннектор. Пошла раскидка? Да, раскидка с длины. Ну и Деннис единственный игрок на точке А. Спизди, кстати, в туалетах. Его тоже отрезали смоком. Тут у Na'Vi, конечно, все перекрыто идеально практически. Эдвард заходит на машину, прилетает еще и огонь Деннису. Эдвард пытается все еще пикнуть. И находит-таки он Денниса. Открывается этот план для Na'Vi. Ну и нужно брать этот раунд. Но Спизди в это время делает в туалетах минус по Симплу. Ситуация 4 в 4. Нико подключается, забирает Гардиана. Уже 1 в 4. 3. И Эдвард забирает сейчас Спизди. Но опять же-таки 5 хп у него остается. И Иоанн Сухарев вне бомбы тоже оказывается. И, соответственно, 30 секунд до конца этого раунда. Говорят ему о том, что, возможно, нужно уходить на сейв А. В принципе, принимается вполне себе адекватное решение игрокам команды Na'Vi. Это третий раунд для команды Mausports. Нужно отметить то, что в основном был заход через длину вчетвером. И не хватило активной поддержки через туалет и через банан. В целом, через эту позицию не хватило игрокам команды Na'Vi гневой мощи. Хотя, в целом, опять же, команда Mausports отдала Аплэнд. И, в общем-то, Na'Vi зашли на него без проблем. Ну, начали заходить. Но, опять же, по позициям Maus просто перестреляли. И абсолютно не дали ничего сделать игрокам команды Na'Vi. В конечном итоге забирают уже третий раунд. И вот Na'Vi нужно принимать какие-то интересные решения, наверное, уже по тактикам. Чтобы как-то сломить вот этот вот небольшой камбэк от команды Mausports. Ну, может быть, сейчас будет еще более прямолинейная тактика. Может быть, какой-то раш куда-то. Но посмотрим. Во всяком случае, сейчас вот Na'Vi нам об этом сообщат. Но пока что Симпл берет второй АВП в атаке. То, о чем, в принципе, просили, как мантру просто повторяли наши зрители. Но вот Оскар забирает этого при агрессии через яму. Симпл тут же отвечает на Деннисе. 4 в 4. Сист уже сейчас готов зайти с Зига. Но это, кстати, комбина не зависит от раунда. Это чисто вот такая, как это называется, импровизация. Да, импровизация, то есть реализация респауна и, вполне возможно, просто Сист за счет того, что он контролирует. Зиг, опять же, он может на себе держать минимум двух игроков команды Mausports. Но, собственно, это и происходит. Два игрока сейчас на B, два игрока у Maus на A, но при этом они находятся со стороны длины. Ну и Сист, который люркает перед B, дает команду своим тиммейтам, что нужно все-таки подтянуться ко мне. И давайте, парни, будем в конечном итоге заходить на точку B. Да, именно такой, Виктор. Направленностью атаки выбирает команда Na'Vi, но тем времен Guardian просто делает ветер на длине. Забирает Оскара. Флейми также отстреливает Ника, который был в агрессивной позиции под точкой B. Там Спиди остался один-одинешник. Нет поддержки от Крис Жея и не будет Флейми. Промахи от него Спиди тоже не забирает. Но все-таки последним патроном залетает по Флейми. Еще переключается на Усп и почти добирает Сизда, но тот остается с 20 хп и перестреливает противника. Крис Жея, врыв от него через холпу, без зума, забирает Сизда. Ну и 1 на 2 против Симпла и Guardian. А еще второй залетает по Симплу, который оказался вне позиции. Под смок можно даже выбирать дальнейшее действие и забирать этот раунд. Так. Так. Спокойно, спокойно. Не суетись, не суетись. Ой, выпад от Guardian, он не работает абсолютно. И Крис Жей делает минус 3 с АВП. Не тащит клатч. 1 в 3. Ну это, конечно, провал полный. Не самым лучшим образом, судя по всему, отыграли игроки команды Natus Vincere, что позволили в такой ситуации взять Крис Жею раунд. Ну, браво, Крис Жей, браво команда MoSport. В целом она собралась. Вот видишь, эта пауза, наверное, как-то пошла им на пользу. Хотя, да, они там отдали еще парочку раундов. Но в целом игру они уже нащупали. И действительно, Моуза взяли 3 раунда подряд. И опять же, Na'Vi пока ничего сделать не могут. Хотя, как мы видим, да, они меняют направление атаки. Меняют вроде как свои тактики. Ну и Оскар сейчас в туалетах. Находится с АВП. Опять же, агрессивная игра от Моузов на первых таймингах в этом раунде. Но пока мы видим столкновения нет. У Na'Vi занимают уже длину. И похоже на то, что это будет сплит какой-то такой. Может быть, поздний сплит и заход на точку А3 плюс 2. Это уже такой мини-комбэк команды Моуз Спортс, которая действует в этом раунде снова, да, с двумя АВП. Эдвард на вазоне через длину. Пока что такая вот единственная агрессивная позиция команды Na'Vi. Крис J на туалетах тоже выцеливает выход на мидл. И, в принципе, Нико тоже на перетяжке должен ловить вывод через длину. Ну и первый фраг от него как раз-таки по Эдварду. Флэмми тут же на размене не работает, потому что Нико его забирает. Крис J также дожидается Симпла, которого тут же увольняют на туалетах. И вот Сист вместе с Гардиан оба находятся в одной позиции. Да, они там попытаются через смок, может быть, через флешку ворваться. Но, опять же-таки, ситуация 2 в 5. Не нравятся мне вот эти заходы от Na'Vi через длину. Ну, пока они не работают. И как-то Моуза, особо не имея, знаете, какой-то огневой мощи на этой точке, постоянно ее принимают. Притом принимают очень выгодно для себя. То есть, один человек разваливает фактически весь заход и останавливает вот эту вот волну от Na'Vi с Винсер. Ну и сейчас 2 в 4. Ситуация для Гарда и Сизда. Минус Крис J тоже, опять же, непонятно почему. Была информация, что на длине есть игрок, но при этом спиной двигается к туалетам. Сизд заходит через Банан с бомбой. Ну и тут два игрока Моузов уже готовы принимать этот выход. Гардиан через длину. Нико забирает Сизда, но и Словаку нужно уходить на сейв. Такие были ошибки, на самом деле, от Оскара и Крис Джея. Тут могли даже продать этот раунд. Но вот дальше смогли совладать с выпадом от Сизда. Ну и Гардиан, как ты уже сказал, действительно уходит на сейв-палки. Это 5-7. И, в принципе, напоминаю, что очень было все хорошо для команды Na'Vi. Но вот даже несмотря на то, что Денис не делает фраги, команда сейчас тащит несколько раундов подряд. Но Нико 12-8 с АВП этот парень пока что хорош. Оскар тоже поддерживает. Но вот все равно мы видим, что по экономике имеются некоторые проблемы. У немецкого коллектива, да, будут два АВП. Но вот это пограничный такой. Ну не то чтобы пограничный, но бай, который может провалиться. Если вот не взять сейчас раунд, то на следующий не будет денег на девайсы. Ну и, соответственно, 4 пистолета будут поддерживать Гардиана, который уже в агрессии под точкой Б действует. Ну и первая, по-моему, такая на моей памяти агрессивная игра от Na'Vi. Сразу же подход под Б, этот смог останавливает этот выход. Эдвард, кстати, находится в неплохой позиции в коннекторе. Если бы сейчас кто-то его поддержал, можно было бы попробовать разменяться. Ну и Нико забирает уже Сизда перед Б. Na'Vi в целом вчетвером находятся перед этой позицией. Флейми выходит уже через Монстр. Тут Спиди на бочках. Ну и вроде как Моуза понимает, что это Б-Плент. Они здесь уже находятся втроем. Ну и Na'Vi оставшимися силами будет заходить через ЗИП, через трубу. Мясоробка под флешку врыва от Спиди, который действует через бочки. Работает на 100%, забирает Гардиана. Также Деннис убирает Флейми. Вновь ситуация. Уже 1 в 5 от Эдварда. Возможно, стоит даже забирать АВП и попытаться его засейвить. Но там Деннис не преклонен. Минус 3 от Хаула. И, соответственно, команда Маллспорт сейчас очень сильно бустится по морали. Потому что они сильно проигрывали сейчас карту Оверпасс. Ну и дошли до того, что у их противников только минимальное преимущество. 7-6. И вот даже могут выйти на временную ничью. Посмотрим. Вообще Na'Vi не очень активно играет через коннектор. И вот через банан. То есть туалет. Если даже идут на А, то чаще делают это через длину. Либо идут на Б. Опять же, не очень активно используя коннектор. Возможно, как раз-таки работы по контролю над медлом, возможно, как раз-таки этого и не хватает, чтобы заставить Маузов чаще менять свои позиции. Ну и Мауза сейчас 3 игрока на Б, 2 игрока на А. Пока очень медленная позиционная игра. Вот Na'Vi, куда они будут строить платформу для атаки, пока не ясно. Тут 2 игрока работают перед Б, 2 игрока в коннекторе. То, о чем я говорил. Na'Vi начинают раунд с того, что хотят как минимум от этой позиции построить свою атаку. Ну и опять же, да, действительно, если вы занимаете коннектор, вы можете, во-первых, сплитовать спокойно точку Б через там, естественно, ЗИК, выход коннектора, то есть быстрая стяжка. Во-вторых, опять же, туалеты. То есть у вас с одной позиции на другую очень быстрая перетяжка. Вы можете свою атаку очень пластично развивать. Симплс Берит делает минус Деннис. Флейми помогает ему, забирает Нику. Это в целом выход на точку Б. Эдвард минус Спиди. И вот похолдили, похолдили, потусили, потусили. В итоге коннектор, в итоге монстр, в итоге зажим точки Б и три безответных минуса. Оскар отвечает на Гардиане. Но сам остается очень красный, 19 хп. Риджей также работает через коннектор. Забирает Флейми, абсолютно не готова принимать эту дуэль. И я напоминаю, что Флейми сейчас очень сильно провалился, потому что, в принципе, у Симпла и Эдварда очень мало хп. 56 на двоих. Сист фуловый. И Симпл выпад от него. Как раз-таки через коннектор в спину заходит Криджей. Тут же ее чешет. Ну и Оскар последний тоже на сэве АВП. Ну и в целом, это восьмой раунд для команды НАТО с Винцерой. Победа на первой половине этого оверпаса. И мы смогли немножко проснуться после череды победных раундов от своих соперников. Ну мне кажется, что опять же сделали правильные выводы. Оценили игру. Оценили именно последние раунды. То есть что они делали и что у них не получалось. И, собственно, в следующем уже, в общем-то, неплохо отыграли. Сейчас 8-6 счет последний раунд в первой половине. Нави в атаке будут пытаться забрать девятый. Естественно, Мауза немножечко сократить отставание за счет вот этого последнего раунда. Ну и история у них довольно неплохая. Уже из последних шести раундов пять они взяли. Правда, вот Нави взяли предпоследний. Ну и сейчас 3 АВП в защите от Маузов. Оскар сразу же поджимает фонтан. Хорошая для него флешка. И он вынужден отойти. Ну и Нави вроде как через... Ой-ой-ой, как Крис Джей поджал длину и пикнул там флейми, который на детской площадке просто этого не ожидал, судя по всему. Да, ну в 3 АВП вполне можно работать. Особенно, если это последний раунд половины. Ну и в меньшинстве уже квартет команды Натус Финцера пытается по всем фронтам работать. У нас Сист в агрессивной позиции под точкой Б через коннектор. На Зиг уже выдвинулся. Ну и, соответственно, Крис Джей отвечает за длину. И туда будет выпад от большинства команды Нави. Сист у нас в Зиге. У него неплохая посетка, чтобы кого-то подловить. Он показывает здесь, что он таки там есть. И благодаря ему как раз таки Мауза по-прежнему держит вдвоем точку Б. Вернее, они были там втроем, но сейчас почему-то решил отойти Спиди. Хотя информации особо не было. Сист по-прежнему находится перед Б. И Нави тут опять же топчет дорожку через длину. Или показывают вид, что они пойдут через эту позицию и стягиваются через жест. Но вот опять же проблема в том, что не было чека в туалетах и не было чека коннектора. То есть, в принципе, эта позиция для них это как открытая зона. Вот видишь, сейчас Сист чекает. Он не знает, есть люди в коннекторе, нет людей в коннекторе. Ну и Нави в меньшинстве вчетвером решили заходить на Б в конечном итоге. Там через девятку должен работать Спиди. Кстати, на перетяжке к звену Нико и Деннис, которые отвечают за точку Б. Уже Спиди находится у нас на хелпе Сист через коннектор. Хорошая флешка, но промах от снайпера команды Мауз Спортс. Это Нико, который будет принимать Гардена. Это у него не получается. Деннис убирает Систа. Деннис еще и второго Гардена. Кладет на лопатки Симпл вместе с Эдвардом. Выпад на точку Б не работает абсолютно, потому что там работает Спиди. И Симпл только сейчас его убивает, но у него не было времени. Нужно уже более агрессивно выходить на девятку, открываться. А там как раз-таки был Оскар, который просто нажимал на левую кнопку мышки. И с минимальным разрывом все-таки Нави побеждает на первой половине. Но вот Мауз Спортс молодцы. Они смогли вернуться после просто провального начала на этой карте. Действительно, очень хороший отыгрыш. А хочу напомнить, что счет был 7-1. Счет был 7-1. И вот так вот Нави взяли в этой серии только один раунд. А ответили очень просто шикарным переворотом Мауза в защите. Опять же, нельзя сказать, что они сильно там игру свою поменяли. Ника взяла ВП. То есть все было логично вполне и закономерно для Маузов. Ну и очень-то неплохо они отыграли. Ну и теперь появляется надежда для Мауз Спортс. Счет они сократили. Отставания сократились. Сейчас можно попробовать зацепиться в пистолеточке и, соответственно, выйти вообще вперед в этой встрече. Да уж, ну посмотрим. От этого пистолетового раунда, опять же-таки, очень многое зависит. Ну вот, повтора матча Нави против Найпи на этой карте у нас уже не будет. Уже это ясно, что Мауз Спортс готовы. Готовы сражаться с своими соперниками. И, возможно, даже забирать три очка после этой арены. Но вторая, конечно же, даст 2, я думаю, будет еще покруче. Хотя и так у нас сегодня, начало сегодняшнего эфира показывается очень хорошим в плане каких-то хайлайтов. У нас уже и минус 5 было от Оскара. И Гардиан хорошо попадает, если это, опять же-таки, говорить о работе снайперов. Ну и ждем мы. И Гардиан хорошо попадает, если не читер. Да, красавчик, если не читер. Кто помнит, конечно же, должен написать плюс. Вы знаете куда. Ну, в целом-то обе команды имеют огромные шансы даже на выход в Сан-Паулу. В Бразилии, ребят, если не знаете, было небольшое изменение правил. Уже не 4, а 6 команд проходят у нас из каждого дивизиона в лан-финал. И, соответственно, 12 команд в целом будут сражаться за 750 тысяч долларов буквально в конце октября, если я не ошибаюсь. В конце октября? Да, вроде в конце октября. Да, да, это точно. Но мы для вас будем комментировать финалы, как всегда. ESL Pro League вообще крутой турнир, который вот на протяжении всей недели, каждой недели дарит вот вечером, да, под вкусняшки. Дарит очень хорошие, качественные катушки, за которыми можно наблюдать, конечно же. Если вы умеете анализировать и у вас есть мозг, то, конечно, можно делать также и ставочки, и зарабатывать, так сказать, своим интеллектом на играх. Да, можно, можно. Опять же таки, пока что некоторые пути не забанены были в Элвоме. Ну что ж, пока что вот что стоит отметить, опять же таки, еще раз всем добрый вечер. С вами Рухаб, Уха, Инканис. Будем знакомы. Ну вот если обращаться вот обратно к этому оверпасу, то вот Нави, ты знаешь, ну да, действовали вначале очень медленно, то есть любая агрессия от команды Маус Спортс пресекалась. И что самое интересное, Маус Спортс продолжали это делать, даже несмотря на то, что кучу раундов проигрывали подряд. И потом все-таки они как вот пробили в бомб, можно сказать, эту стену, и дальше продолжали там пушить, там нику по точке Б, и на Зиге тоже работал постоянно, на коннекторе тоже там была какая-то агрессия на мидле. И вот то, о чем мы говорим, что вроде как после пауз команды начинают действовать как-то по-другому, вот Маус Спортс абсолютно ничего не меняли и даже вышли на счет 8-7. Ты знаешь, я бы отметил вот то, что не подстроились под эту игру Нави. Ну не то, что не подстроились, то есть они да, это принимали, принимали, это работало, работало, а потом когда вот они… Ладно, это нужно уже разбирать в отдельной истории. Сейчас у нас Мауза решили, судя по всему, просто запушить Б-плент пятером через Зиг, это выход на точку Б. Эдвард спалил всю эту контору, ну и что Мауза? Мауза остановились, Сист уже заходит в спину с 5-7, отлично делает минус Денис Костин, ну и в большинстве здесь Нави. Да, но там умыли немного Эдварда, 6 хп остается, Денис, конечно же, будет пушить, и у него получается… Ну и проситает Нику, у нас на раскидке просто его ловит Сист, и, соответственно, уже большинство для команды Нави, которая укрепляется после этого минуса на Криже, Сист вместе с Симплом открываются здесь в этих мини-позициях, и Денис последний воюет против Симпла, против Симпла получается, вот против Флеймы, увы. Это девятый раунд для команды Нави, они сейчас делают очень крутой задел на то, чтобы даже выйти на счет 11-7. Да, ну и нужно отметить, конечно, работу капитана команды, как он поработал с 5-7, и, судя по всему, ему еще и дали этот 5-7, что также он был с легким армором, ну и все это закончилось тем, что… Ну вот, понимаешь, опять же, Мауза сыграли слишком прямолинейно, слишком просто, это был легчайший просто раунд для Нави, то есть они его прочитали, и просто закрыли банально со всех сторон своих оппонентов. Ну и Мауза, установив бомбу, сейчас делают просто экономически, а дальше будет бай, конечно же, в следующем раунде. Да уж, и попытка очередная. Возможно выйти просто паровозиком на точку Б, через Зик, почему бы и нет, но там Флейми и Сист готовы фармить. УМП-45 забирают, правда, одного, но и то Флейми, а не Сист. Эдвард также подключается, минус Оскар, Крис Джей тоже падает, Нико отвечает тут же. Три в два ситуации у Эдварда, заканчиваются патроны, у Суспа можно забирать Нико, это действительно получается, там уже я, Гардиан пришел, порядок там навел и забрал Дениса. Соответственно бомбы у нас в Мауз Спорт не поставили, но и как ты сказал, в любом случае должно быть определенное количество денег, которое поспособствует команде Мауз Спорт, чтобы купить АК-47 в этом раунде. Третьим по счету во второй половине. Ну и посмотрим, Мауза сейчас, если выигрывают, то могут даже вернуться. Очень важный раунд с точки зрения экономики для немецкого коллектива. Это факт. Ну и мы видим, что пока у Нави нет АВП, играют они в таком наборе девайсов, как 3М, 4М, один ФАМАС, ну и Мауза. Мауза, Крис Джей смотрит поджим с коннектора, тут Нави уже заняли коннектор. Построение дефенса, в общем-то, пока неплохое. На первых поступах уже словили Крис Джей, а Симпл также делает минус по Ника. И это все произошло на поступах к точке Б, но и оставшимися силами уже Мауза, судя по всему, будут заходить на А, и только 3 человека здесь у Маузов. Ну и вот он Эдвард, чуть не погиб с ножом в руке. Да, уж не самое лучшее начало для команды Мауз Спортс в этом раунде. Там уже и перетяжка хорошая от Нави и Спиди. Выход от него через туалеты. Пока что нет поддержки Оскару, который погибает на длине. Эдвард все-таки его перестреливает, хотя сам остается очень красный. 19 хп ювелирная, хаешка взлетает по Денниса, и Симпл тут же заканчивает его жизнь прицельным выстрелом с АК-47. Спиди, правда, там отвечает за павшего тиммейта, но вот Гардиан тут же делает то же самое для команды Нави. 11-7, и опять же-таки за счет того, что Мауз Спортс покупали, у них сейчас нет экономики. Да, это будут деглы, но они будут без армора, без раскидок, только вот, наверное, ну вот расчет на то, что Нави будут пушить, на то, что действительно Мауза могут их словить в каких-то авантюрных позициях. Ну и тает у нас потихоньку надежда, что Мауза могут вернуться, Нави очень все правильно делают. Складывается у них игра, и опять же пистолеточки, все хорошо. Оп, какой хэдшот от Нико залетает, он еще и мог подгореть, но все-таки сделал. Килл на Флейме, отличный энтри-фраг, ну и куда вот побежал Гардиан? То, что я говорил, то есть побежали и напоролись на пустынные орлы, которые пока что заклевали у нас Гардиана и Флейме, и так не стоит действовать, если вы хотите, ну, без особых проблем забрать этот оверпасс. Во всяком случае, начало второй половины. Да, но и в меньшинстве Нави нужно здесь как-то переворачивать. Ну, тут, кстати, знаешь, что главное для них, что хорошо, это то, что Мауз Спортс играет без арморов, да, то есть нет тяжелых арморов, вообще никаких нет, и, соответственно, Нави при попадании будут делать довольно легко фраги. Тут вопрос просто в том, как зайдут Мауза оставшимися силами. А Мауза, судя по всему, собирается заходить на точку Б, тут у нас пока только Эдвард, и сейчас у него будут проблемы. Будет работа от Эдварда, 69 хп остается у нас у Спиди, Эдвард, классно, аимит на самом деле одного второго, Криджей и Дэннис падают, но Спиди тут же отвечает, и через хелпу только одного забирает Нико, тут же ответ от Оскара, и фармган как раз-таки сработал здесь в этом моменте, но вот Симпл один-два может. Нужно очень быстро двигаться здесь Симплу, он понимает, что один на пленте, и второго нужно еще найти, по второму информации нет. Уже есть. Уже есть, кстати, откуда прилетела флешка, он понимает, и прочитал он выход второго игрока, это был Оскар. Два хп осталось у нас. На самом деле халява, Оскар глупо сыграл, он не то чтобы глупо, он, видимо, рассчитывал на то, что отвлекает внимание на себя плент, и он выйдет, но на самом деле мы видели, что выглядело со стороны Симпла это глупо, потому что действительно просто отдался, и каким-то невероятным чудом, я не знаю, я не понимаю, как это вообще произошло, Симпл не забрал последнего игрока, но это эко-раунд от Моу Спортс, и вот теперь уже можно сказать, что могут они вернуться. Ай-яй-яй, Нави, ну зачем же так было отдаваться там, опять же-таки, на эти диглы выбегать, у нас вновь выход на точку Б, там работает Сист, и вне позиции его ловит Крис Джей, но тут же получает от того же самого Сист, да, Хаешка под ноги, и Гардиан вместе с Слеями, и Эдвард, это 4 минуса от команды Нави, Оскар, ситуация 1 в 4, бомбы нет на руках, и опять же-таки, есть только одна ОВП, которую он будет пытаться реализовать при выходе на точку Б, и не получится, потому что Гардиан не промахивается, ну и какой же все-таки безалаберный выход от команды Моу Спортс на точку Б, вроде как неплохо раскидали, был опен фраг по Систу, ну а дальше что? Что вообще за пуш точки Б, объясни мне, вот вы взяли эко, вам сейчас счет 11-8, вам надо переворачивать, тащить, там у ваших соперников либо плохой бай, либо там может быть вообще денег нету, да, ну то есть теоретически. Деньги-то были у Нави, вопрос не в этом, вопрос в том, как сыграли Моуза, они просто решили запушить Б, и этот пуш легчайший просто, легчайший прием от Нави, ну и 12-8, сейчас еще одно экономическое... Пока это, ты знаешь, вот смотрится так, что Нави отдали, Нави взяли обратно, то есть, да, отдали очень неприятный раунд, но потом все-таки вот смогли защититься при агрессии противника на точку Б, ну и, соответственно, хорошо подействовать там в звеньях. В первую очередь Нико выпадает от него, Сист может погибнуть, так и получается. Нико забирает Дениса, и Эдвард тоже в агрессивной позиции будет действовать через мидлфейм, и тем временем забирает босница Эдвард, минус один, и второй тоже должен залетать. Оскар все-таки не смог разменять своего павшего тиммейта, Спиди вместе с Крис Джейм 2 в 4. Ваня, нажал кнопку, уже не смог остановиться, не отпускал ее очень долго, пока не замучил своего оппонента, но в конечном итоге убил. Гардиан и Симпл играют с авиками, Спиди и Крис Джейм, два оставшихся игрока команды Моуспорт с деглами, будут пытаться зайти на точку А и установить бомбу, это было бы довольно неплохо, но Нави перекрыли, перекрыли здесь зоны, и вроде как не должны даже запустить на плент. Ну и Симпл действительно минус по Спиди, и последний Крис Джейм сейчас тоже должен погибать. Да, Крис Джейм, ну хоть кого-то забрать, нет, не получается. Саша Костелю был не согласен. 13-8, 5 раунда преимущества появляется у команды НАТУ Свинцеры, все очень хорошо, Симпл с АВП тоже попадает, 21 на 12 в целом, пока что лучший по статистике у нас именно он, ну и Гардиан тоже с АВП, вот 13 киллов, но почти все эти киллы были как раз-таки со снайперской винтовки, и, соответственно, очень много работы делает Словак с точки зрения того, как он помогает команде зарабатывать какие-то опенфраги или хорошие размены давать. Да, что тут вот говорить про размены, если мы видим, что Моуза, ну как-то с крайней вообще в целом слабо отыгрывает оверпасс. Вот видно даже, как, знаешь, идея, о чем думают немцы, какие они идеи принимают. Карта оверпасс явно не лучшая их карта, и то, как они ее отыгрывают, это, конечно... Ну, мы даже об этом вот говорили, что оверпасс это не самая сильная карта команды Моуз Спортс, но в любом случае на Дасте они могут сейчас пободаться с командой Навин, но и на оверпассе с другой стороны пока что ничего не закончено. Вот только что, вот всех, правда, потеряли, но бомбу поставили, программу минимум выполнили, и сейчас будет бай от немецкого коллектива, в котором, кстати, играют только два немца. Ну, это, конечно же, Спиди и Деннис Спиди. Ну, старается на самом деле, Деннис пока что не может как следует включиться, у него не самый лучший матч сегодня, но сейчас раунд все или ничего для команды Моуз Спортс, потому что Нави могут выходить сейчас на матч-поинт, а дальше уже не будет экономики у Моуз Спортс для того, чтобы сражаться со своими соперниками. Да, нужен этот раунд Моузам для того, чтобы включиться в камбэк. Ну, тут будет сложно, Нави хорошо выглядит на карте оверпасс, в принципе, по крайней мере, ну так, в целом, да, естественно, можно сказать, что парни явно чаще отыгрывают эту карту, чем Моуза, то, собственно, о чем мы говорили. Моуз Спортс сейчас решили не играть раунда 5-B, 5-A, они решили вот поиграть такой себе дефолт, почекать стандартные позиции, возможно, занять мидл, законтролить туалеты и потом попробовать зайти все-таки на точку А. Ну и выход сейчас будет из коннектора. Оскар, Оскар выстрелил, но все-таки отошел. Эдвард, ну, хорошо, по позициям Нави перекрывают пока зоны, ну и Оскар сбирает флейми на точке B, судя по всему. Да, Оскар потеет на самом деле, забирает Егора. 5-4 уже, картина раунда. В общем-то, не в пользу команды Натсу Финцера, но можно тут же на размене сыграть Эдварду, правда, там Оскар с АВП контрит пока что эту позицию и дожидается. Возможная агрессия от Сухарева. Ну и оп, Оскар не промахивается, 5-3 уже. Ну и дальше нужно Моузам просто вот никуда не спешить. Опять же такие, да, есть 30 секунд, но есть еще время для того, чтобы выбрать вектор атаки. Ну вот видишь, парни так особо никуда не шли, да, то есть похолдили-похолдили, там пикнули, там пикнули и все. И сейчас решили уже пятером заходить на точку B. Раскидывают гранаты на плент, все мимо, судя по всему, для Гардиана. Он спокойно сеза колонной делает. Два минуса. Ой-ой-ой. Минус от Гардиана. Четыре минуса от Гардиана. Еще из тех глаз обратно никуда. Это просто минус 5 соло приемка точки B. Дорогие друзья, как же там залетало все. Ой-ой-ой. Ну тут, конечно, Мауз Спортс. Вроде как открылись каждый по одному. Ну и Гардиан. Какая же все-таки работа. Какой красавчик, какой маэстро. Просто сейчас полная симфония качественной стрельбы с АВП и потом, конечно же, позиционки, которую Гардиан. Ты понимаешь, что пятером на него выходили, но Гардиан всегда находился в ситуации один на один. Да, да, всегда. Ну и как бы, то есть они его зажимали с двух сторон, но при этом он просто забожил с АВП. И тут, конечно, после этого раунда уже можно говорить о том, что камбэк закончен. Ой-ой-ой-ой. И это ответ Оскару на тот самый Эйс в первой половине. Нико внедряется просто на точку B. Возможно, заберет у нас Сизда, который не был готов к этой дуэли. Нико, уже опенфраг есть, но опенфраги были и в прошлой истории, как говорится, предыдущего раунда. И мы знаем, что произошло. Но тут, правда, имеется контроль на точкой B. И вот ошибка от Оскару. Выпад на Симпла, который, опять же-таки, нажимает просто на левую кнопку мышки и разменивается. Ситуация 4 в 4. 4 в 4. Флейми работает с автонубом. Ну и заканчивается это все довольно плохо для маузов. Также делает минус Симпл. Устанавливается бомба. Очень сильно подгорает Крис Жейв. Конечно, в итоге погибает от Флейми. Ну и, наверное, это уже ГГ на этой карте, скорее всего. Да, Спиди последний. Ну, попытается хоть кого-то забрать. И Флейми все-таки падает. Но тут же подоспел Эдвард, который его забрал. Это 16-8. Победа команды Нави на карте The Overpass. Но этот момент от Гардиана однозначно один из лучших хайлайтов. И не только вот сегодняшнего дня. И вообще, думаю, что скоро будет в мувике. Да, крутейший хайлайт. Ну и вот, конечно, знаешь, показал Гардиан, кто в доме хозяин. И полностью 100% говорит, знаете, парни, давайте на Дасте попробуйте. Но здесь нет. Запускайте Даст. Запускайте Даст. Ребятки, работяги, запускаем Даст.